доброго времени суток друзьям доброго времени суток продолжаем с вами играть в азилл тотал вар за фракцию венедов ну давайте посмотрим что у нас тут случилось за время этого хода во первых войну объявили за саниды восточной римской империи любопытно мы заключили договор о ненападении с гетскими сепаратистами она мне правда не сильно то и нужно было как тут почему то я решил заключить соглашение но заключились заключили качнулась наша жреца вера любовь и надежда ну и ничего в принципе больше такого синдет интересного и нету давид захватили мы как видите вот эту поселением не знаю чем делать как с ним быть ну ладно ладно наша сегодняшняя задача она в принципе простая и незатейлива а именно захватить вот тут все дела я только думаю подождать или нет но учитывая что мы в предыдущей серии разбили все войска противника кроме тех что отошли том числе их не флот главный город в главной столицу в принципе должны справиться нам даже можно попробовать сделать автобой поскольку преимущество явно за нами вот эти ребята не пока высадится пройдет полгода года пройдет то бишь снова вот она то я так понимаю что тут четыре отряда будет в городе а все остальные они будут еще так пребывать так что это я даже не знаю ручками сыграть али как ну давайте попробуем сыграем ручками попытаемся понести как можно меньше и потеря чтобы потом меньше было останавливаться с другой стороны автоматом то я меньше потерял но сейчас узнаем как лучше как меньше что догадывается главное у нас преимущество то что у них они все сил у них разрозненные нам конечно поймать вот эту армия в гарнизоне это я фигню несу очень не обращайте внимание несу фигню армии же в гарнизоне ладно ладно будем делать вырывы конницей блага здесь есть откуда вырываться погоду меня устраивает хорошая не то что компьютер выбирает долгий бащер так ну и что мы видим с вами друзья мы видим с тревушки 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 ну конницу мы явно будем боже мой steam отстань конницу мы будем закидывать это отсюда делать врыв меня и так думаю далее далее 2 германских отряда я так думаю пойдут меня отлично почему нет ну ладно спокойно сам виноват неправильно так давай германских отряд пойдут эту тушку захватывать наверное мало нам можно еще что-нибудь им дать допустим еще два отряда отряд мечников вот пять отрядов пускай идут далее далее что интересно мне интересно еще вот такую троечку создать такую троечку и отправить их вот сюда вот пускай отвлекает противника все начинаем сражение наша основная масса воинов идет сюда она идет бегом идет сюда приближается и подходят сразу сюда так вы идете убивается тут их него генерала так вы идете чарджем сюда вы ребята летите убиваете вот этих пока корабли не приплыли в общем феерия друзья феерия так вот один отряд поставим сразу возле вышки и захватывать сюда куда-нибудь конечно же бегом пешком все друзья как-то что-то делаем так вы ребят сюда встаете сразу понятно вы хватаете вот этих вы хватаете вот этих генерал давай тоже подгребай потихоньку так конница отходит один отряд значит идет у меня вот сюда вот захватать контрольную точку остальные будут воевать хорошо так так вы его убьете нет вы вот эту убить пока что все идет как как надо нормально процесс идет контора пишет конец никак у меня на оперативный простор выйти не может очень страшно так здесь убили мы отряд конец это хорошо идем сюда хорошо хорошо куля добрый чё у вас здесь случилось там давай поможем эти ребята идут их отряды возвращаются в бой так такую снова копейщиков че делают эти ребят я вообще не в душе не чаю я на самом деле чая страдают полной хренью совершенно не туда и послал но шибете вы этот проклятый отряд копейщиков или не шибете сколько можно так вообще наплевать атакуя их конец и не атакуя их конец засранцы ну а вы че тут долго будете мозг не насиловать так еще с топорщиков всех изнасилует три отряда дебилов я во главе их они уже до сюда дошли а их блин обратно отправил в общем надо было как всегда автоматом сделать нафиг и не мается фигней кажется удачи на нашей стране ну наконец-то аллилуйя справились с отрядом ну и все они все сразу побежали да что же это хорошо у них он еще флот есть я не знаю что нибудь вот они усаживаются не будут они усаживаются вообще непонятно эти боятся стоят боятся чё делаете то им боимся как товарищ ленин завещал идите отсюда вы идите вышку захватываете вы давайте куда-нибудь туда в центр идите ты иди сюда ты захватил захватил он спускайся эти идут хорошо башню рухнуло ну и значит сюда включаем на ультра скорость и ждем противника будет он высаживаться не будут я не знаю я не в ответе за этих дебилов электронных все таки надо было в тобой включать честно скажу чем вот так вот маяться мучиться то есть вас вот этот лагуна не привлекла вы дегенератор решили он там на бережку забираем наших копейщиков ставим их вот здесь вы дебилы должны выйти вот сюда вся моя конь должна выйти вот сюда шума чужого здесь ты не идет со здесь отстоит баррикада вот идея разрушить баррикаду молодец умничка какой хороший какой послушный дебил а ладно конница уже готова копейщики тоже уже почти готова я так понимаю они уже даже смогли высадить один свой отряд палочек другие отряды как-то не особо спешат высаживаться ну отлично противник нашел нашу засаду да ты чё с ума сойти я в шоке долго искал наверно не иначе а конец давай сюда пока эти дебилы тормозят будем атаковать в поп ну понимаешь вы сегодня уже набегались вот ну чё они делают ну вот кто может объяснить да никто этого не объяснит потому что никто не знает чё они делают так налетели в попку ударили и всё они заволновались обоссались ну-ка ещё раз а всё да ну окей конница доест тогда вас да я не знаю что делать двадцать пять минут стоять ждать триста сорок пять у них осталось вот этих дебилов чё это за бред вообще без понятия даже лучников нету чтобы обстрелить хоть как-нибудь да ремятся весело в общем в общем весело не хотят они сражаться боятся боятся наших грозных парней на лысый здорово лысый да у вас тут много высотка смотрю волосы выпадают альц бревается ой смотри они высадились не прошло и полугода полугода не прошло они высадились идите твою налево то об колено меня тазиком я я в шоке друзья я в шоке конница заводить кто бы мог подумать что они пойдут вперед давайте везде что нибудь потыкаем слышь король хорош хорош куда идти не иди туда тебя там плохому научат по-любому тут собаки где-то были по-моему да 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 вот они собаки давайте-ка ударим их по собакам чтобы больно очень было научь конечно уж пикинеров все они там уже чего-то испугались и убегают чё какие трусики то трусики то вы чё какие и аллилуйя друзья у меня даже открыто достижение закаленный мастер осад с ума сойти тяжелая победа завершить биту не надо было автобоем серьезно вам говорю 670 человек потерял с ума сойти дофига конечно тысячу и у них убили но мне от этого как-то не особо легче ну ладно город захватили сейчас постоим восстановимся вот как вот так вот классно потеряли отряд почитателей велеса ну это плохо но зато их всех убили никто не ушел ни одна падаль это здорово друзья ну что оккупируем сразу вышли в плюс не намного но в плюс давайте ремонтироваться сразу но это все дело приносило доход пастбище ну переперепереперепрофилировать себя у меня нету денег придется подождать так два хода да ну три хода грубо говоря три хода надо постоять плюс заказать как он там на один отряд ну хорошо хорошо кто там умер кто новая фракция пикты вот он противник арнавидур а еще альфур первого ранга все ну-ка ребята с ним пообщаться пикты 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 оооо как плохо к нам относятся все британия к нам плохо относятся нет нет плохо учитывая что мы северная теперь страна но это плохо еще данные плавают сволочи сволочи ну что ж это неплохо это неплохо давайте нам сохраним этот результат и будем делать ход что нам еще остается оно еще во фракции посмотреть что-нибудь интересное давайте дружинникам назначим вы еще не готовы так вот тебя ну давай собери поддержку тоже неплохо кстати откуда я уже забыл мы ее взяли там из лангобарда взяли мы жену нашему дусану да и немало уже 37 лет ну зато она ух лютперга лютперга в общем нормально пойдет ну и делаем конец хода наконец таки ну как видите развелись мы неплохо неплохо развелись осталось еще только столицу гетов каким-то образом захватить каким-то не знаю у них там флот стоит целый и армия целая стоит плюс гарнизон и плюс стены у города имеются наличие я даже не уверен что двумя стеками смогу все это дело перебороть вот такие вот пирожки с котятами а скотина остык в покое жрицу а не дай бог убьют а А, и снова этот. Как он забодал. Ну, сами видите. Конечно, там не полные. Блин, ну и у меня не полные стек второй. Там, дай бог, четверть, по-моему. Гоны бегают. Благо, от меня они ко мне. Что меня не сказано радует. Все мои войска заняты. И именно сейчас отбиться от нападения их него я, наверное, и не смогла. Да, наверное, сейчас мы посмотрим результаты хода. Определимся с ближайшими целями и будем прощаться уже. Такая небольшая серия будет у нас. Потому что в любом случае придется мне энное количество ходов пропустить, чтобы как-то собраться с войсками, с мыслями переобучить все это дело и подготовить уже нападение на столицу на их. И уже в следующей серии мы это нападение с вами, друзья, и посмотрим. Фракция уничтожена. Галия. С ума сойти. Вражеские агенты действуют. Критический успех, друзья. Вот я смотрю, в принципе, она живая. То есть какая-то ловушка, цель Дуса. Ангул, Фризия. Нет, ну да, сюда. Да, Дуса. А в чем проблема-то, я не понимаю. А, у нее все очки хода убили. Хе-хе-хе. Так ей не нужно. Ей не нужно. Ой, сколько воин-то, вы смотрите. Восстание неминуемо. Политическая поддержка. Ну, наконец, хоть кто-то смог плюшись мне дать. Также должность получена. Классно. Глазы с Аланами. Нормально. Это мне устраивает. Визготы начали войну с Тюрингами. Причем обе фракции к ним я нормально отношусь. У нас с ними. С обоими торговые договоры. А они взяли и начали воевать между собой. Вам что, я не понимаю? Гонов мало. Бред. Опаньки. И торговля расторгнута с визготами. А чего ж так? О-о-о. А у них, походу, либо захватили город на побережье, либо уничтожили, друзья. Одно из двух. Либо он стал мятежным. Македония появилась. Это печально. Это снизило наши доходы. Война. Италия со свебами. Однако. Сепаратисты квады. Постройку причал я создал. Но по пище пока что еще ничего. Пока еще терпит, да? Терпит. Ну а теперь что? Надо санитарию строить? Ну нет, денег со мной нет смысла не имеет. И городок. Ну а теперь тут хороший гарнизон. Пади. Напади на него. Напади на него. Он, в принципе, способен даже от целого стека отбиться запросто. Нехватка пищи с канзо. А, ну вот это провинция. Хорошо. Ну вот как-то так. Вот видите, мой стек второй. Вот в таком состоянии он свыше пол стека. И ничего я с этим сделать не могу. Потому что по финансам я не способен еще прибавить воинов. Ай, здесь еще одна печалюшечка какая имеется. Ну здесь я, конечно же, два хода еще буду стоять. Чтобы стек мой был полноценным. Также сюда я буду еще один. Еще один брать пехотный отряд. Плюс потом надо будет нам уйти. Соединиться с этим стеком. Обменять всю пехоту из этого стека. И им уже нападать. Плюс два хода, значит, пропустить по-любому. Потом уйти соединиться. Где-то вот здесь мы объединимся, да? Докуда вы доходите? Надежда тут не доходит. И получается очень опасно. Почему опасно? Потому что Алаба остается без всего. С другой стороны, можно на нее забить. Даже если на нее сагрится. Даже хорошо будет. Меньше войск вот здесь, в городе, со стенами. Я готов совершить такой обмен. Потом-то мы Алабу заново завояем. Это ничего страшного. Ну, в общем, договорились, договорились, да? Плюс два. Плюс два. Это мало. Плюс два. По-хорошему нам бы тут надо бы иметь запасы. Мы через кое мы потерять. Потому что здесь вот раз ход делать. Потом два ход. То бишь мне надо вот отсюда. И за Алабу. Так, ребята, а как у вас здесь? Восемьдесят. А здесь только один. То бишь вот эту жрицу. Нам, друзья, надо перегнать на этот остров. Она пошла не так, как я планировал. Но шуть бы с ней. Шуть бы с ней. И на следующий ход с ума дойдет. В Рюгене сразу пошел минус. Минус четыре. Это хреново. Неужели до сих пор там так все плохо с религией? Ну да. Сразу же пошел минус два процента. Вот представляете? Германское язычество. Изменения на следующий ход. Влияние пять. Влияние два. Здесь влияние четыре у нас. Сумма сойти. Вот. Бред-то какой. А все из-за того, что у нас вот этой провинции нету главной. Здесь понятно в Анголе. Здесь так уже прибудет пока. Не заберем вот это вот дело. Да. Ну что же. В принципе наметился у меня путь развития. Путь развития. Что будем делать? Сейчас будем воевать. Произведем все необходимые маневры. Это займет, как я уже сказал, ход два или три. Я пропущу. И уже снова мы с вами встретимся. Как-то я буду уже штурмовать вот этот вот хренхольд. Манхольд у чертов. Вот как-то так. В принципе пишите в комментариях. Уже заранее, как вы хотите, чтобы я назвал столицу гетов. Потому что я ее по-любому буду переименовываться. Пока что у меня приходит к вам слово хрен. Как-то так, друзья. На этом с вами прощаюсь. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Пишите комменты. Ну и конечно же подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok